И здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала, мы продолжаем прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии мы узнали про Лютика, встретили Золтана, и сейчас собственно ищем Лютика и ходим по его бабам и спрашиваем где он. Блин, эта игра просто замечательная. В какой еще игре мы будем ходить по бабам друга и искать его? По-моему я ни в одной игре такого не встречал. Ладно, так, сколько там? 270 метров, охереть. Побежали. Просто от квеста к квесту игра приносит только радость. Вообще ни одного недостатка я не заметил какая. Вот, ни едино. Да бывают маленькие какие-то недочеты там. Так, ооо, фанатики. Навалять бы ему. Ну ладно, не будем. Ос. Что такое? Че вы тут? Херели что ли? Я согласен с тобой, Геральт. Прям вот красавельчик. Все, спрячь мяч. Все, увидели. Не первые начали. Я тут вообще ни при чем. Ван. Че-то. Да, я как бы и так работаю в путь у лица. Ладно. Где там очередная блудица Молли? Так, сколько еще? 30 метров. А, ну мы почти пришли уже. Так, доски мы взяли успеем. Оу, оу, оу. Че здесь творится? Вот это хоромы прям. Это особняк госпожи Лавалет? Твоя какая-то забота. Госпожа не знает, с кем попала. Еще бы, не про нашу честь. Я к горничной ее, к Молли. Не морочь голову. Баранесса как раз выезжает. Зайди с дороги. Ну ладно. Приветствую тебя, ведьмак. Оу. Интересно, что ты здесь делаешь. В стечении обстоятельств я не поверю. Геральт из Ривии. Убийца чудовища моего сына. Ай, ну... Ты прав, генерал. Мой визит не случайен. Я ищу одного человека. Тебе нечего здесь искать. Капитан, этому человеку сюда вход запрещен. Морван, прости, мне расхотелось ехать на скачке. Приходить к женщине, сына которой сам же и убил? Я думал, у ведьмаков лучше развит инстинкт самосохранения. Я ищу девушку по имени Молли. Кажется, она здесь работает. Твои сведения устарели. Молли здесь уже не работает. Так, где её? Ты знаешь, кем была Молли? Знаешь, что она здесь не работает? Может, скажешь, где её искать? В это время суток она, скорее всего, потягивает пунш и раздумывает, на какую лошадь поставить. У меня нет настроения шутить. А я не шучу. После смерти Ариана племянник Луизы приехал принести ей свои соболезнования. Увидел Молли и... Свадьба уже состоялась. Сейчас они ждут наследника. Баронесса потеряла сына, так что её владения после неё перейдут к этому самому племяннику и... госпоже Лаотард. До недавнего времени просто Молли. Ладно, где найти? Где искать новоиспечённую госпожу Лаотард? У нашей маленькой Молли новая страсть. Конные скачки. Насколько я знаю, сейчас она должна быть в имении графини Вягельбуд. Я сейчас туда собираюсь. А раз уж ты лишил меня общества Луизы, может, составишь меня компанию? Он ничего не сделает. Если Молли будет там, тогда в путь. Мерзкий огонь, а не за ему очень... Не доверяю я ему. Но почему бы и не проехаться? Всё ради дела. Так, а почему я не на плотве, слышь? Почему я говорю, с самой лошади скачу? Загрузки только долгие. Это, наверное, потому что я на PlayStation 4 играю. На хорошем ПК загрузки, наверное, побыстрее идут. Ну, я надеюсь, пока не... Мы на месте. Приятное место. Из всех созданий в этой округе самые занимательные лошади. Ты интересуешься лошадьми? Да я их не различаю. И всех зову плотвами. Странный подход. Та серая, Конторелла. Дочь Кагыра, чемпиона из воле. Да, серый хороший цвет. Лошадям он тоже к лицу. Твой фаворит Вороной, Немрот. Чистых кровей нельгардец. Странно, что он не отдал тебе честь, генерал. Шутник, блин. Что с остальными? Рыжий, гнедой. Рыжий — это Гром. Чистокровный ряданец. Отважный, но, пожалуй, слишком норовистый. С ним сложновато управляться. По-моему, я одинаковый. Как вы их отличаете? Я смотрю, ты прям шаришь. Слушай, ты разбираешься в лошадях. О, никуда честнее, чем люди. Интересно, как ты управляешься в Седвлезе. Соглашусь, соглашусь. А что скажешь насчет небольшого забега? Я здесь не за этим. Ведьмак, не заставляй себя упрашивать. Если выиграешь, получишь мое лучшее седло. Оно сделано в столице Нильфгарда. Отличная дубленая кожа. Хм. А давайте, чтобы жопа не уставала в пути. Почему бы не? Поглядим, так ли ты хорошо ездишь на лошадях, как в них разбираешься. Отлично. В таком случае, выбирай себе коня. Так. Рыжая. Так, Немрот. Это... Ну вот, мы тебе его оставим. Давайте на гнидом поедем. Я знаю почему-то мне нравится это название. Гнидой. Попробую обойти тебя на гнидок. Тогда я сяду на Контореллу. Кони заседланы. Можно начинать. Ну так поскакали. Бо я сейчас про... Играю. Надеюсь, что нет. Ладно. Три, два, один. Да, что ты? Скачи, скачи. Ага. Тихо-тихо. Покажи, на что ты способен. Блин. Нам седло нужно скорее. Не щади коня. Не щадю. Млошадка устала. Тихо, не пропускай его. Блин. Что, первый? Первый, да? Неплохо шла моя платвичка. Исключительно. Давно я не проигрывал на скачках. Поздравляю. Это твое. А, вот и госпожа Латарт появилась. Это кто? Бывшая Моль. Вон она стоит. Вот как. Спасибо. Я здесь еще побуду. Дай знать, если захочешь вернуться в город вместе. Ну, пойдем. Потрыщим. На кого ты ставишь, госпожа? Не могу выбрать между вороным жеребцом и вон той серой кобылой. Прошу прощения, кажется, мы не представлены. Я Геральт. Геральт? Тот самый Геральт, которого Лютик вытаскивал из стольких коверей? Ну да, конечно. Ладно, да, не будем другом же все-таки. Ну да, если бы не он, меня бы тут не было. Он рассказывал мне о ваших приключениях. Как он воодушевлял тебя песней на бой. Как отвлекал Кейрона игрой на Люти. Я говорю буквально, если бы не Лютик, меня бы здесь не было, потому что я пришел спросить о них. Ты не знаешь, куда он подевался? К сожалению, нет. Мы давно не виделись. С тех пор, как я стала госпожой Лаотард, я только езжу на балы, рауты и прочие... Ну да, так... Такая скука прям. Ужас просто. Ладно, не будем сдавать Лютика. Попуешь последний разговор. Попуешь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил взаимоденег на лодку. Лодка ему зачем? Чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам и светил уны. Он сказал, что будет клубника, такой вино с пузырьками, и что он будет мне петь Арии. Но потом мы больше не виделись. Ах... Так, ладно. Сейчас сдадим его. Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестры? Есть! Я сама видела! И что забавно, она совсем на него не похожа. Такая блондинка. Может, у них отцы разные? Ага. Матери, наверное, тоже. Может быть. Но она не так заботится. Свертки за ней носят. И вообще... А ты не знаешь, где ее найти? Ой, нет. Я как-то спросила Лютика, когда мы поедем к ней в гости. А он смешался и сменил тему. Понятно. Так. Ну, последний разговор мы спрашивали, там и спросили. Ладно, спасибо. Погоди, прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков, но так и не показал. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает, всем, кому только сможет. Как здорово! Спасибо. И удачи в поисках. Да. Не шибко умная девушка. Ну, да ладно. Так, где наш друг Ганда? А, вот ты где. Так, и ничего, что тут паркуром позанимаюсь. Ну что, поехали. Да, поехали. С удовольствием, до Новиграда путь не близкий, а в компании дорога пролетит быстрее. Это верно. Ну, поехали. Також плохой вроде парниша. Но все равно куда-то мутный, не доверяя ему. Не удивлюсь, если потом он предаст, убьет или еще что-нибудь. Ну, попытается убить, я имею в виду. Опять долгие загрузки. Так, вот мы и вернулись. Вот мы и на месте. Спасибо за компанию. Взаимно. До свидания. До новых встреч. Так, ладно. Следующая девушка. Марабелла. Интересное имя такое. Оу, тень. Ты куда пропадаешь? Так. Здрасте. Ты куда нам? А, оно близко в принципе. А тут че у нас? Ладно, пойдемте по порядку. Корчма нигде. Интересное место. Ладно. Ой, прости бабуля. Я не хотел. А ему все равно сюда пришли? А нафига я такого круголя давал? Что-то GPS-навигатор средневековый барахлит как-то. Так, что тут детишки. Прости, я ищу Марабеллу. Это я. Подожди на улице, я веду урок. Ну, ладно, не будем мешать. Процесс обучения. Я скоро. Так вот, сегодня его не будет. Как это? Потому что его укусила крыса и у него лихорадок. А куда она его укусила? Очень больно. Он умрет? От крыс не умирает, глупая. Умирает. Я однажды видела, как охотник за колдунями сказал одному дяде ты крысам, а потом его убил. Ты врешь. На сегодня все. Собирайте вещи и по домам. До свидания. Интересно. Мой дядя, ездит с цирком, потому что умеет глупать мечи. Детюшки. Здрасте. Марабелла. Теперь мы можем поговорить? Я тебя слушаю. В чем дело? Я знаю, что ты недавно виделась с Лютиком. Да, это был самый скучный вечер в моей жизни. Он читал тебе свои стихи? Чего? Ну, это грустно очень. Давай порадуем немножко ее. Я нашел у Лютика стихотворение о тебе, и из него следует, что ты необычайно талантлива. Да? Он писал о моих стихах? Меня всегда вдохновляли кони. Я мечтаю воспевать красоту этих благородных животных. Ты видел у Лютика мои строки? Это только наброски, но мне интересно, что ты о них думаешь? О, боже мой. Звучит ужасно. Ладно, так. Ты видела Лютика после этой истории с грибами? Нет. Я даже думала дать ему еще один шанс, потому что на самом деле у него золотое сердце. О, да, золотое сердце у него. больше дисциплины. Но он не вернулся, и я решила, нет, так нет. Очень странная женщина. Ну, до свидания. Спасибо за помощь. Удачи с конями тебе. Ладно. Ну, последняя осталась. Роза, розочка. Так. Ладно. Так, почему опять круголя дает сюда? У меня GPS-навигатор сломался. Ну, да ладно. Пусть уж ведет, раз такое дело. Так, 100 метров нам бежать. Ну, че, всех баб мы обижим сегодня. Не-а. Движуха такая прям. Прям классно, так мне нравится. Ну, ладно. Все хорошо, конечно. О-о-о-о. Как нормально все у вас? Где-то рыбки был, как кошак. Через... Ага. Нельзя сюда. Ну, чего еще? К Розе пришел? А, вот, точно. Я учитель фехтования. А, вот так вот. Полезная информация была. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Я тоже. Барышня Роза та еще бестия. А как оторвется до клинка, не знает жалости. Ну, ладно. Деревянный возьми. И смотри, барышню не повреди. А то господин посол озвечен не болит. За мной. Пойдем, пойдем. Куда побежал? Хоть зловеще как-то. Ты мой новый учитель? Ну-ну, в этот раз папа и старался. Начнем с деревянных мечей. Я должна знать, чего ты стоишь. Чего я стою? Да ты охерела. Так. Иди, иди сюда. О, слышь. О, слышь. Я блок нажимал. Ну, как тебе? Хороший бой. Ты гораздо лучше, чем предыдущий. На самом деле, я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Ну... Я ведьмак. И я ищу... Ведьмак? Великолепно. Всегда хотела познакомиться с ведьмаком. Это так оригинально. Что именно оригинально? Что такое оригинально? Жить на грани, одолевать монстров, спать под открытым небом. Эх, это должно быть чудесно. Особенно, если сражаешься с ридером, стоя по шею в сточной воде. Ну да, есть свои трудности. Погоди, ты хотел о чем-то спросить? Ну да. Подожди, да. Похвалим. Если я задам вопрос, должен сказать, ты неплохо владеешь мечом, хотя при уклонении открываешься слева. Я знаю. Никак не могу от этого избавиться. Я надеялась, в Новиграде папа найдет кого-то, кто мне поможет. Эй, не заговаривай мне зубы. Ты сам сказал, что пришел не уроки мне давать. Ну ладно. Я пришел спросить на твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Ну, между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлестывал, то он... даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись! Я требую реванш. Ну давай. не управляйся. Не ударила ни разу, слышь. Что-то я расхвалил. ... не ударила ни разу. ... ... ... ... ... ... ... черт блин ну может ты не учитель представания но мог бы им стать не хочешь дать мне пару уроков да давай чоп нет то нельзя отказывать если дамы настаивает ох мать твоя спрашивала моих отношениях с лютиком вот и виновница всего недоразумения главная скучница к югу от не руки близняшки я кажется запутался не ты первый сейчас все объясню 1 посылала лютику любовные записочки от моего имени он по своему тщеславию конечно всему верил а мне оставалось осаживать престарелого барда если он переходил границы роза у меня были самые благие намерения я помогала тебе сделать первый шаг я же видела как ты краснела когда он декламировал свои вирши я тебе сейчас погребальную и легию продекламирую если ты не прекратишь так 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 спокойно ни один поэт не стоит того чтобы сестры вцеплялись друг другу волосы особенно такой бездарный мне надо понять кто нибудь из вас видел лютика в последнее время может 1 я точно нет сестричка я бы не отважилась встречаться с человеком которому ты пылаешь тайным ой чё-то ты звездишь если он воспевает таланты другой я еще не спятила лютик вел себя в последнее время как-то необычно вы не замечали ничего странного скорее нет оставь ее в покое геральт она так влюблена что не заметила бы превратись он в волкалака скажешь его уроки были обычными он нас даже на кладбище водил уроки риторики на кладбище странно даже для лютика он хотел чтобы мы навестили могилы аксенфурдских профессоров окончилось тем что стал расспрашивать нас про марграфа хентеля это кто старый свихнувшийся сморчок умер недавно в молодости говорят он был наценатом так ладно у кончатом про политику поспорить вы отлично разбираетесь в политике мы слышим что говорят вокруг а что тебя интересует мне интересно как решится судьба войны папа говорит все зависит от родовида и от того кто первый займет новиград причем здесь новиград это вольный город он никогда не вмешивался в военные конфликты каждый ребенок знает у новиграда самый большой флот на свете она его казну как говорят можно собрать две армии ну ладно император неуклонно движется на север при дворе наверное ликование среди его наушников да а папа говорит что это долго не продлится как это папа говорит что война мешает торговле и что людям надоело оплачивать капризы императора ладно вот еще что ванна ком говорил лютик вы знаете о ней что-нибудь еще она должна быть поэтесса или трубодурша очень способны и необычайно талантливая разумеется женщина который вы говорили она не из этих краев ну помню он восхвалял ее певучий коверский акцент это даже похоже на правду пару раз он назвали и кажется циранкой ковере такие чудные имена обычное дело надо будет спросить у золтана про эту циранку ладно спасибо с вами поговорить но я должен вернуться к своим делам приятно познакомиться заходи еще ладно как куда и когда умеешь убеждать госпожа куда и когда я должен явиться давай завтра здесь же тоже время договорились до свидания мастер ведьма сестерка одна обиделась кажись на в одном об этом потом узнаем наверно ладно пойдемте к золтану нам сюда наверно сюда большой дома простите так ну побежали как-то люди к себя странно ведет очень даже ведьмак золину герли смысле хотя назвать по имени почему-то назвал ведьмаком геральт даже заметил что ведет все странно может кто-то превратил муж типа какой-то доплер завелся и превратился в лютика вот этот внезапно можно сказать разбогател ладно сейчас думаю мы все узнаем ты зачем тогда бы запину ладно короче сейчас все мы разузнаем все поймем может золото нам все расскажет может лютик вернулся ты кто такой заварил ты кашу в этом самом блок ящик красавчик ух ты будь и боже мой кто это филин прикольно ну вот и ты наконец познакомился с моей пусть пусть золото на ты знаешь что попугай и совы не сделаешь сделаю сделаю ты обернуться не успеешь как она с нами будет все таки мы хотели поговорить о лютике да о да давай сначала ты карачал расскажи что у тебя пара синяков порванной курткой а так ничего особенного я ни у одной не задержался видели его давно узнал только несколько лютиковых штучек для соблазнение бам все какие-то сомнительно понятно когда у меня есть кое-что поинтересней чего ждешь я весь внимание девушки не видели лютика уже давно утверждают что он странно себя вел кажется встречался с кем-то еще но в моем списке таинственной избранницы нет кто она такая-то какая-то блондинка из ковера кажется труба души зовут ее сыраночка или как-то в этом роде почему не было списке не было в списке понимаешь с этой присылой совсем другое дело лютик ей вроде как обольщался он влюбляется в каждую вторую как бы тебе объяснить кого лютик любит больше всех себя она точно и его отражение тоже любит себя понятно серьезное дело сказать нашла коса на камень на ледяную глыбищу эта девушка и правда вскружила ему голову надо с ней поговорить присыл работает вместе с труппой ренар и лиска пока они в городе она каждый вечер дает концерты в зимородке так что нас ожидает вечер поэзии встречаемся в городе после захода солнца мне еще усюх надо покормить ну вы даете не то ладно ну побежали не прям интересно что же с лютиком творится то и лютик ли это вообще давай гераль давай беги так но мы пришли получается но надыхался рихалась пьянчушка это замечательная игра вот и уже здесь заходи давай сядем где-нибудь сейчас начнется ну давай да вот она наверно присылали к этому и лютня и и и Путь пальцем проложи Средь шрамов ран суровых, Чтоб наши слить пути Судьбе наперекор. Откройте раны, вылечи их снова, Пусть сложатся они в судьбы узор. И из снов моих с утра бежишь проворно, Крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локом Черной фиалки глаз твоих, Что слез туманит в тень. По следу волка я пойду в метели, И сердце дерзкое настигну поутру. Сквозь гнев и грусть, Что камнем затвердели, И разожгу стар, Что мерзнут на ветру. И из снов моих с утра бежишь проворно, Мне даже мурашки побежали. Крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локом Черный фиалки глаз твоих, Что слез туманит в тень. Не знают, иль мое предназначенье, Иль страстью я обязан лишь судьбе. Когда в желанье я облег влечение, Не полюбила ли ты во вред себе. И из снов моих с утра бежишь проворно, Крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локом черный, Фиалки глаз твоих, Что слез туманит в тень. Вот это да! Мне это было классно. Но песня точно не она писала. Ну или она, но по рассказам Лютика, наверное. Фиг его, откуда она знает столько. О, это ж это. Тише женщина, на концерт пришли. Убийца? Война идет, вот люди и умирают. Идите спорте в другое место. Опять одни дряски. Оговорили, это престольное заведение. Насколько я знаю Герерта, Он скорее спасет чью-то жопу, подставляя свою шею. Да кого он спасет? Он же убийца. Золтан спокоен. Выехать вон. Снаружи разбирайтесь. Пойдем. Ну пойдем. Пана приходила быдло. И эта тварина тоже. Давай я тебя представлю. Присцин, известная как Цыраночка. Столь же прекрасна, сколь талантлива. А это... Геральт из Ривии, я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся. Ведь это такой благодарный сюжет для песни. Ведьмак влюбленный в чародель. Или следует сказать, чародель? А ты же хитрая ты жопа. Все-то Лютик тебе рассказал. Я же Лютик все подробнейшим образом рассказал. Может, в таком случае он намекал, где искать его самого? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Очень забавно, правда. Ну, до свидания. Не туда. Давайте за мной. Какого хрена? А может, это сам Лютик? Не знаю, зачем, правда, каким... А нет, ладно. Безумные теории. Лёд наказнул все герои. Ой, мотыляр за ногу. И больше я его не видела. Понятно. Опять попал в передрягу. Так, лёд наказнул. Лютик и налёт наказнул. Наверное, кого-то впечатлить хотел. Если бы он дал обет воздержания. Правда? Он как-то забыл заплатить за вино в Пассифлоре. Только три дня потом уснуть не мог. Нервничал. Что ему вступило? Он влип в долги? Он говорил, что должен кому-то помочь. Дело, не терпящее отлагательств. Он вроде так это описал. Но я его не называл. Нет. Но зная Лютика, речь скорее шла о ней. Наверняка стройная и с обширным бюстом. Ха-ха-ха. Ну, конечно. Так. Ровен? А это кто? Высокий, толстый, опасный хер. Хромает на левую ногу. Хромой скальный тролль? Если бы тролли были чертовски сообразительными и имели криминальный талант, тогда, пожалуй, да. Ладно. Надо полагать, налет не удался. Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями. Значит, вроде как нет. Я спрашивала о нем в городе. Но все как воды в рот набрали. Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка младшего. И что ублюдковые люди гнали потом Лютика через весь город. Ублюдок младший. Что-то не знаю такое. Самый большой хрен в Новиграде. Не буквально, а в смысле... Мы поняли. Ага, я так и понял. А тебе-то он что сделал? Он засел в печенках уже у всего города. Это один из тех четырех, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе, собственно, с Сиги Ройвеном, Карлом Ворезой и королем нищих. Неплохой номер. Хорошо еще, что Лютик перед церковью не задирался. А то тогда бы и началось. Да уж. Снова я должен спасать Лютика. Снова я должен спасать Лютика, а? Может, к нему наняться, жалования за это получать? Знаешь, ему сейчас не до смеха. И мне, в общем, тоже. Спокойно, я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сиги Ройвеном. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвена собственные бани. А только смотри, это опасный тип. Да мы тоже не пальцем деланы. Лютик, нет. Поэтому прошу тебя, поторопись. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. Эээ, беспокоиться за него, смотри-ка. Ладно, знаете что, давайте на этом и за... Так вот сделаем. Не подождите, Вану. Давай дослушаем Золтана. Накормлю Пусю и буду ждать. А ну-ка, Лютик сам вернется. Правильно. Вдруг так, а мы будем... 800 опыта, ничего себе. Охота за младшим. Ладно, вот давайте на этом тогда закончим. И в следующей серии уже продолжим искать Лютика. И помогать ему. Опять, он влип в неприятности, как обычно. Те, кто читал книги, знают, что он постоянно влипает. По-моему, там была довольно интересная серия. Пробежались мы по бабам Лютиковым. Послушали прекрасную, по-моему, песню. Про Геральта и Йеннифер. Ладно, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok